Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Зачем 16 мая рвать молодую крапиву? Приметы и поверья 16 мая – это день святых Тимофея и Мавры, которые пострадали за свои верования во время правления императора Диоклетиана. За отказ выдать богослужебные книги из церкви Тимофей был подвергнут страшным мучениям. Впоследствии его и Мавру публично распяли на крестах. В народе верят, что в этот день при помощи крапивы можно защитить родных от недугов на целый год, но есть и другие приметы. Что же еще принято делать? В этот день хозяйки приступали к высаживанию рассады капусты. Кроме того, можно было сеять различные семена овощей. Женщины сбрызгивали посаженную рассаду священной водой, чтобы защитить плоды от насекомых. Также говорили, что с этого дня у коров молоко добавляется, потому как они наедались сладкой и сочной травы. Из-за этого рогатые животные давали очень вкусный и питательный продукт. 16 мая люди били друг друга стеблями крапивы, чтобы весь год быть защищенными от болезней. В этот день многие лекари уходили в поля собирать целебные травы, а затем готовили из них лекарственные настойки. Эти сборы использовались и для избавления от злых духов. Стоит отметить, что в этот день было запрещено употреблять в пищу хлеб во время посадки. В народе считали, что в таком случае куры все поклюют и урожай будет скудным. На другие продукты данный запрет не распространяется. В этот день люди верили и в приметы, которые касаются погоды. Некоторые бабушки и дедушки до сих пор им следуют. Считалось, что если дуб распускает листья быстрее, чем ясень, то лето в этом году будет жарким и засушливым. Большая роса по утрам означала хороший урожай огурцов. Если погода уже давно теплая и благоприятная, а черемуха расцвела и пахнет, то в пору посева тоже будет тепло. Гуси и утки поднимают свои крылья и машут ими, значит вскоре будет буря. Благодаря этим приметам люди могли узнать, что ожидает их через время. А что на этот счет скажете вы? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.